Итак, друзья, тема сегодняшней нашей встречи сегодня, то есть, да, как сегодня в наше время в онлайне предпринимателю, лидеру сейчас, да, зарабатывать 200 тысяч и миллион рублей на своем потенциале, на своем потенциале. Вот сегодня я раскрою эту глубокую тему, и здесь у нас добавляются сейчас гости, которые пришли, которым интересно узнать, ну, чем там это, что это за технология такая, которую можно применить в своей жизни и начать с этого зарабатывать. То есть, да, доходы сейчас всех интересуют, и интересуют, куда бы вложить свое время, энергию, свой потенциал, свое лидерское начало, свои знания, куда мне проинвестироваться в свои внутренние, то есть, вот эти вот потенциалы. Сегодня глубоко прям раскрою, как с первого месяца такие доходы можно получать, друзья мои, да, вот об этом сегодня речь будет. Я глубоко разберу, то есть, для кого это, для кого это, вообще, что будет сейчас, вообще, что будет, сейчас мы с вами пройдемся, то есть, познакомимся, немножко о себе расскажу, потом расскажу про потенциал, про технологию, про нашу, глубоко прям раскрою эту технологию, то есть, что вы получите, то есть, да. И в конце, то есть, ну, как бы, вот, то есть, у нас выступят ребята, то есть, еще Сергей Мелешко, уже, то есть, такие вот прям интеллект-тренеры, которые применили этот потенциал и заработали уже 290 тысяч с первого месяца. Вот сегодня они расскажут, как, что, что, почему они взяли эту технологию, почему они стали использовать, а Сергей Мелешко и Марина Деговец сегодня еще будут вот здесь у нас. Вот, они вот немножко ручкой машут уже, то есть, вот, увидите их сегодня, обязательно познакомитесь, вот, и, друзья, вы сегодня получите прям инструмент, инструмент, который позволит вам изменить свою жизнь, который позволит вам изменить свою жизнь не только в плане доходов, ребят, доходы, это важно, конечно, да, деньги важны в нашей жизни, без денег, ну, знаете, это глупцы, люди, которые говорят, деньги не важно, Роберт, да не важно деньги, важно внутреннее состояние, насколько людей сидят в хорошем состоянии, в ваших рамках, то есть, да, то есть, они мир не меняют, у них доходов нет, они не лидеры мнения, важно зарабатывать много, чтобы ты был лидером мнения для своего общества, для своих детей, для родственников, для, чтобы ты стал брендом каким-то, да, потому что человек, который зарабатывает миллион рублей в месяц, согласитесь, это уже лидер мнения в обществе, то есть, да, миллион рублей и больше месяц, ну, больше, там, 2 миллиона, 3 миллиона, это уже лидер мнения, а который зарабатывает миллион долларов в месяц, это еще больше лидер мнения, который занимается благотворительностью, помогает людям, это важно. Друзья, доходы важны, но вы здесь получите не только о том, как зарабатывать в своем потенциале, о деньгах, вы получите здесь еще как быть сейчас в состоянии счастья, в состоянии потока, в состоянии вдохновения и тренировать, и развивать свою личность. Вот это вы можете здесь получить. В конце обязательно поподробнее все это расскажу. Если получится, то еще на вопросы отвечу. Где-то в час мы должны с вами уложиться. В часик. Хорошо? По нашей сегодняшней встрече в часик. Ну, чтобы все, быстро-быстро, динамично, я сейчас вам всю информацию выдам. Давайте о себе немножко расскажу, чтобы познакомиться. Кто такой, бородатый дядька такой с усами выскочил и начинает рассказывать о чем-то таком. Давайте поделюсь немножко о себе. Расскажу. Меня зовут Роберт Ра. Ра – это такой никнейм от моего отчества. Ра Зифович. Я вот решил, как Роберт Ра, так вот и позиционируюсь во всех социальных сетях. Вообще, я предприниматель с 25-летним стажем. То есть, разные бизнесы у меня были в свое время. В свое время служил в армии. То есть, в погоречных войсках. Потом вернулся. Потом работал в пожарной охране очень долго. Водителем на пожарной машине. И сутки через строю работа. И параллельно занимался разными бизнесами. То есть, сельским хозяйством, крестьянским фермерским подворьем. То есть, да, у меня был крестьянский фермерский подворь. Потом торговля была. Сеть магазинов, MP3, DVD-диски, батарейки, наушники, видеопрокат. И уже такой крайний бизнес. Я вам некоторые бизнесы свои рассказывают. Такие, да, самые большие. И крайний мой бизнес – это мебельная фабрика. Я с нуля с другом начал своими ручками делать мебель в гараже. И за 10 лет вырос крупную мебельную фабрику. У меня работало больше 35 человек. Мы делали... Ну, то есть, у меня были дизайнеры, технологи, установщики, рабочие. То есть, свое помещение тысячи квадратов. Мы делали кухонные гринтуры, шкафу-купе под заказ. То есть, такая вот не серийная мебель, а под заказ делали. Вот. Сам я с города Елабуги. Это небольшой такой уездный городок в Татарстане, республика Татарстан, недалеко от Казани, 200 километров. Ну, а сейчас я географически нахожусь в Батуми. То есть, вот, ну, сейчас здесь живу. Я вообще на зимовку, ну, там, зимой у меня есть возможность уезжать и жить в теплых краях, короче. То есть, да, вот. В прошлом году я на Красной Поляне полгода прожил. Ну, недалеко от Сочи. В этом году вот решил в Батуми уехать. То есть, на Черноморье на побережье находиться. Вот. Сам я являюсь... То есть, ну, как бы, в свое время проходил через это. Потом проходил через банкротство. У меня минус 20 миллионов долгов было. Депрессия, стагнация, это им имущество, конкурсный управляющий, судебные приставы. Потом занимался... В 2015 году начал заниматься саморазвитием очень плотно. Я сам психолог по образованию. Учился в Вилаборском педагогическом университете на кафедре психологии и педагогики. И вот, когда проходил банкротство, понял, что знаний этих не хватает и начал заниматься плотно саморазвитием. Чтобы вот вытесечь из себя это состояние депрессии, стагнации. Ну, представьте, все было прекрасно. Ну, то есть, я был директор мебельной фабрики. Свой город, доходы большие. На джипе ездил и вдруг банкротство. То есть, доходы все меньше, 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 меньше. Предприятие скатилось на нет. И банками начался отъем имущества, потому что были долги перед физлицами, перед юрлицами, перед банками. Кто проходил? Ребята, кто предприниматель из вас здесь? Поднимите руки. Ну, там, лайки поставьте. Ну, понимаете, о чем я рассказываю. То есть, да, вот такие боли предпринимательные. Ну, кто-то попадал там на миллион, на два, на три там с кафе со своим там, с каким-то предприятием, с торговлей. То есть, да. Каждый предприниматель попадает в такие ситуации. Это нормальная ситуация. Это сейчас я так говорю. Когда я прошел через это, друзья, да. А там было не до шуток, то есть, не до смеха. И реально, то есть, я не никого думал, что-то нужно делать. Я стал несчастный в личной жизни и в бизнесе в тот момент. Почему в личной жизни? У меня еще развод произошел. Представьте, банкротство, 14-й год, 15-й. То есть, да, еще развод, развалилась моя семья. Я тогда сидел такой и думал, ну, как же мне быть счастливым? То есть, вот, я думаю, если Роберт такой несчастный в личной жизни и в бизнесе, то где-то есть Роберт счастливый в личной жизни и в бизнесе. Надо его просто найти. Я тогда начал искать. Я начал искать, начал изучать все подряд, заниматься саморазвитием очень плотно, изучать всякие, ну, то есть, читать очень много разных книг до 2015 года. То есть, я читал Валерий Синеликов, Александр Свяр, Джо Кэха, Джо Диспенза. Подсознание может все. То есть, да, вот это вот все. Кто знает, ребят, там, лайки ставьте тоже, да. Разные духовные практики проходить. И Харе Рама, Харе Кришна, и тибетские чаши звенели, шаманские бубны били, и расстановки по Хеллингеру и Симарон, и санитологии о дианетике. Мне было интересно все. Там, да, вот, что, как связано. Кто не Робинсу на тренинг ездил. Тренинги проходил в стиле лайв спринтом, базовая трансформация. Кто проходил, ребят, ставьте лайк. Кто сталкивался с такими, то есть, да, то есть, такими моментами, то есть, да. Вот. И мне было интересно, вот, три года прям исследования было. И, естественно, мне надо было как-то зарабатывать. По найму я работать не могу. Я предпринимателем был всегда. И поэтому ударился в сетевые компании. В 2015 году познакомился с сетевой компанией, это Inel International, продуктовая компания, начал там двигаться. Какие-то, ну, там, ну, представьте, дядька был в костюме ходил такой, представьте, совет. А я еще представителем совет предпринимателей был при мебельной фабрике. Такой представитель совет предпринимателей был, мебельная фабрика, серьезный дядька. И тут начал продавать какие-то крема, бады, баночки. Бороду начал тогда отпускать. То есть, купил тогда себе мотоцикл еще, Чоппер, в те годы. То есть, да, наскреб деньги на мотоцикл, потому что мечту на одну. Надо мечту воплощать свою в 40 лет. И вот сел на мотоцикл, начал кататься, одел себе серьгу, как мотоциклисты такие серебряные, как казак. То есть, и вот начал так жить. То есть, изучал сетевые компании. Ну, Роберт, да, все, с ума сошел, короче. Вот, изучение было такое. То есть, три года изучал все. И в 2018 году я понял, почему у меня произошло банкротство. И почему произошел развод. Все это складывалось в одном предложении. Я являюсь ему причиной всего хорошего, всего плохого в своей жизни. Я настолько глубоко осознал вот это, что я понял, что надо где-то мне развиваться дальше. Ну, то есть, куда-то идти, двигаться. Я понял, что я могу людям помогать. То есть, есть жизненный опыт, есть потенциал предпринимательский, прочитанные книги, пройденные тренинги. Я думаю, на этом могу зарабатывать. Мне нужна была какая-то система, какая-то технология. Я тогда начал искать. Я думал, выучу на каком-нибудь коуче, упакую какой-нибудь свой курс и буду полезным людям. И вот тут я начал искать. И тут я нарвался, познакомился в онлайне случайно. Так, случайно, если не случайно, конечно, в Инстаграм. Прилетел мне пост. Владимира Довгая. Там какая-то реклама была. Я на нее отреагировал. Мы с ним познакомились. Вышли на... Сначала с ассистентом его общался с Алексеем. Ну, Алексей Квашнин, то есть, общался с его помощником. Потом, два дня. Потом мне предложили с ним скайп. Я вышел на скайп. Пообщались мы с ним лично. И он мне рассказал, Роберт, я здесь запускаю новую индустрию в области развития человекообразования. Тебе интересно? Ну, чтобы здесь что-то новое делать. Образование. То есть, да, и партнерская программа будет. И все только в начале пути. Мне стало все интересно. Я залетел в его команду тогда. И начали развиваться. То есть, вот с 2018 года, то есть, да, начала создаваться методика, которая вот сейчас вот уже работает у нас. То есть, технология новая. И в 2019 году мы запустили Всемирную Ассоциацию Интеллектронервных Супержам. И начали развиваться. В данный момент я являюсь одним из основателей Всемирной Ассоциации Интеллектронервных Супержам. То есть, да, мой доход уже составил за этот год больше 800 тысяч долларов США. В этом году только. То есть, а если взять за всю историю, то есть, ну, 4 года занимаюсь этой индустрией, я бы заработал уже больше миллиона долларов на этой технологии. На своих личных качествах. На своих, на своем потенциале, будучи ментором, наставником для другого человека. И я сегодня вам расскажу как раз про эту технологию. Почему я выбрал, почему это пришло. Друзья, услышали, да? У меня уже очень много учеников. То есть, больше 6 тысяч учеников обучены этой профессии интеллектренер, наставник нового поколения. И эта технология, они преподают, ребят, да? И сейчас, в данный момент на наставничестве, где-то около 50 человек у меня в наставничестве. Обучаю этой технологии других предпринимателей, менторов, педагогов, психологов, коучей, которым нужно еще круче, еще больше зарабатывать. И вот сегодняшняя наша встреча вот именно для вас, для предпринимателей, для коучей, для педагогов, которые хотят помогать людям. И на этом зарабатывать. Вот для вас, друзья мои, сегодня встреча. И именно вот если вы это, то вы прям в точку. Если вы предприниматель, если вы сетевик, и вы сейчас лечите какой-то неплохой бы, найти бы какую-нибудь среду где-нибудь, реализовать свой потенциал, свой опыт, то это тоже может быть для вас. Потому что вы можете это взять параллельно, а можете сделать своим основным доходом. И вот такие доходы зарабатывать с первого месяца. 200 тысяч и больше. Потому что у меня есть кейсы, когда у меня приходили ученики, и не только у меня, у моих учеников, когда выходили на доход с первого месяца 200 тысяч и даже миллион рублей в месяц. Такие кейсы есть. То есть прям бам, и человек полетел. И это все классно, этично. И самое интересное, друзья, что вот в этом году я заплатил налог со своей деятельностью, вот в этом году заработал 800 тысяч долларов в США, да, миллион 600 тысяч рублей и оплатил налогов со своей деятельностью. То есть я работаю в белую, и каждый директор работает, каждый наставник работает в белую, ребят, оплачивает налоги. Вот бежит Российская Федерация и оплатил такие доходы. Ну, то есть налоги, то есть, да, в доход, можно сказать, государства. Вот так вот о себе рассказываю. Ну, сейчас немножко о себе еще что. У меня есть любимая женщина, я байкер, вот 4 года занимаюсь только онлайн-бизнесом, то есть в онлайне на этой технологии зарабатываю, и вот как-то так вот. Немного о себе. Что касаемо, друзья мои, почему я стал интеллектом, почему я стал наставником нового поколения, почему освоил эту технологию, методику, сейчас вот подгубже расскажу, чтобы понимание было. Вообще я искал, я предприниматель, я искал какой-то, знаете, идеальный бизнес, вот как бы вот, конечно, идеала не найти невозможно всегда, но приблизиться к нему можно. И для меня идеальный бизнес, ребята, это минимум расходов, минимум рисков, максимум прибыли. То есть минимум вкладываешься, минимум рисков, максимум прибыли. То есть, да, и я это вижу в образовании. Почему? Потому что, ну, друзья, рынок образования очень быстро растет. То есть, да, я продукты продавал, банки продавал, инвестициями занимался, производство запускал, торговлей занимался, друзья мои. Это ТМЦ, закупки, аренды и так далее. Очень много рисков, очень много расходов, то есть очень много вложений, друзья мои, да, минимум вложений должно быть в бизнес. То есть, да, я искал, как же найти ее, знаете, белой такой завистью завидовал этим коучам Тони Робинсон. Думаю, слушай, какой красавчик. Приехал, короче, там, да, часов шесть попрыгал на сцене, миллион долларов заработал. Думаю, огонь, говорю. И людям пользы принес. И люди, главное, счастливые из зала выходят. Смотрю на людей, то есть, думаю, какой молодец, то есть, да, то есть, да, эти пользы приносят какую-то. Да, вот я всегда думаю, классно быть таким, знаешь, человеком фабрики. Не иметь фабрики, то есть, да, не иметь магазины, арендовать что-то, а быть человеком фабрика и зарабатывать. Я думаю, ну, это же как-то надо развиваться в этой области, какую-то технологию надо получить. Думаю, психологом стать коучем, но я уже психолог, там, да, уже коучинговые способы. А если ты предприниматель, ты предприниматель, предприниматель, ты уже чуть-чуть коуч, ты уже чуть психолог, ты уже педагог, ты уже наставник, если ты предприниматель, то есть, да, у тебя уже эти компетенции есть развитые. Да, порой даже не чуть-чуть, Друзья мои, уже в полной мере, ты уже педагог какой-то определенный, который людям помогал. И вот тут я начал осваивать, думаю, куда мне идти? Куда мне реализовывать свой потенциал? И то есть образование. Образование – это крутая тема, которая сейчас развивается. И все люди, которые приходили сюда, которые говорят, смотрю в интернете, образовательный рынок, он растет, рассказывают. Мне даже, знаете, такую статистику нашел. Есть такой гет-курс. Гет-курс есть. Такая программа. Слышали, наверное, через нее продают курсы. Коучи, психологи и так далее. Такая целая большая программа. И вот, ребята, за прошлый год прошло, ребята, за прошлый год 93 миллиарда рублей. Оборот. 93 миллиарда. А за позапрошлый год прошло, ребята, 60 миллиардов. То есть за год выросло на 33 миллиарда. Даже там статистика была не полный год. За год, по-моему, 100 миллиардов прошло уже больше. Где-то на 40 миллиардов больше, чем позапрошлом году. На 40 миллиардов рублей больше, чем... То есть рынок образования сейчас растет. И это самый интересный, перспективный рынок сейчас. То есть, но на этом рынке как зарабатывать? Я же ведь как бы не психолог, не коуч там. И всегда нужна какая-то технология. Мне нравится еще, знаете, я сейчас вам ролик включу, покажу вам обязательно сейчас. Мне нравится всегда, я всегда исследую, всегда смотрю. И вы тоже смотрите по сторонам, а что происходит, друзья мои. То есть, да, какие... Что на свете есть, да. То есть, да, то есть... И мне понравилось... Есть такой, ну, есть такой прям исследователь, ребята, не исследователь даже, а специалист номер один в мире, то есть по, друзья мы аналитик, то есть, да, по тому, в какую нишу сейчас вкладывается. Это Кенча Амани. Кенча Амани, японец, которого очень уважаемый, то есть, да, и уже не первый год он дает, ну, как аналитик, то есть бизнес-аналитик, куда вкладываться, в какие бизнесы, какие ниши. И мне понравился сегодня ролик, сейчас я его покажу и дальше продолжим. Хорошо, что вот посмотреть. Можете в интернете спокойно найти про Кенча Амани, прочитать все внимательно, кто это такой, что за человек. Хорошо, сейчас включу ролик. Если бы вы сейчас решили создать бизнес, что бы это было? Образование. Образование наиболее многообещающая сфера деятельности в двадцать первом веке. И вот почему. Все, чему вас обучают в школе сегодня, пришло из девятнадцатого и двадцатого веков. И это уже устарело. Традиционно учитель обучал ученика ответом, последний их запоминал и воспроизводил по мере надобности. Этот подход не действует в двадцать первом веке. Вы должны быть в состоянии определить проблему, найти решение, возможный вариант решения, а также иметь достаточно смелости найденное решение реализовать. И ваше собственное решение может отличаться от решений одноклассника или даже учителя. Вся система образования должна подвергнуться изменениям, а следовательно, вам необходимо переобучить все население Земли, которое составляет порядка шести миллиардов человек. Традиционный подход к обучению устарел. На мой взгляд, образование станет наиболее быстро развивающейся отраслью. Выработайте верный подход. Измените систему образования. И ваши возможности зарабатывать деньги по сравнению с людьми, получившими традиционное образование значительно увеличатся. Посмотрите, все те знания, которые вы приобретаете в возрасте от шести до восемнадцати, обучаясь в школе, могут храниться в пятидолларовом чипе памяти. Та же самая информация доступна в интернете абсолютно бесплатно. Таким образом, традиционное образование обесценивается. Ныне ценится способность анализировать ситуацию, выдвигать гипотезы, предлагать варианты решения, притворять их в жизнь с энергией, со страстью, делать это быстрее других, лучше других. Это приносит деньги. Это бесценно. Подобное образование будет соответствовать реалиям 21 века, и люди будут платить за него деньги. Плата за обучение может быть очень высокой, а учащиеся это весь мир. Даже те люди, кому за 20, 30, 40, 50 лет нуждают обучение данному методу. Именно по этой причине я считаю рынок образования наиболее перспективным. Друзья мои, рады сердца. Вот о чем он говорил, да, ребята? Изменить систему образования. То есть людям нужна энергия. С энергией воплощать, знаете, со страстью воплощать какие-то идеи. И людям всем не хватает энергии. Вот кто в нашей жизни добивается больших результатов? У кого больше энергии, да? Было такое, у вас да, друзья? А бывают такие состояния, когда ты целый день работал, 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 что-то делал, делал, а вечером еще столько энергии, бежать куда-то охота, и все, прям поток такой идет. У кого были такие состояния, друзья, прям поток, прям охота делать? Друзья, это называется ресурсное состояние. Когда у тебя ты в ресурсе, ты в энергии. И вот в этой жизни выигрывает больше тот, у кого всегда это ресурсное состояние. И вот сейчас надо такие технологии брать в руки, как развивать вот это ресурсное состояние. Сейчас очень много людей, которым не хватает этого ресурса. Как быть в энергии? Как быть в состоянии потока? И, ребят, искать нужно такие подобные технологии, которые позволяют это сделать. Позволяют вот это развивать в человеке. Не только в себе развивать, но и в другом человеке. Поэтому, говорю, ребят, вы получите здесь большую пользу для себя лично тоже, то есть и для своей семьи. Даже просто прикоснувшись к этой технологии, даже не взяв ее, даже не начав зарабатывать с нее, вы можете уже улучшить качество своей жизни, быть более конкурентоспособными, то есть более энергичными, более счастливыми, более яркими, более харизматичными, друзьями. Это очень важно. То есть ментальность такая у вас придет. Друзья, смотрите, есть такое понимание потенциала. У каждого из вас есть величайший потенциал. У кого-то жизненный путь большой уже. Вы закончили университеты, школы, университеты, и не один. А жизненный путь – это вообще целый университет. Предпринимательский опыт, много тренингов прошли, много прочитали книг, разные практики духовные. Путь у вас очень большой, длинный. Есть такой лидерский опыт, потенциал. Потенциал складывается из двух составляющих. Есть хард-потенциал. Хард-потенциал – это ваши навыки уже жизненно наработанные. Вы умеете строить команды, вы умеете кого-то обучать, умеете проводить прямые эфиры, умеете вести социальные сети. Друзья, это потенциал. Потенциал. Вы любите преподавать, вы преподаватель, педагог. Это потенциал. То есть не каждый еще умеет учить, набраться храбрости. Кто-то стесняется, боится. Это тоже потенциал, который у вас наработан. Это хард-потенциал, ваши навыки. Если вы что-то умеете делать, допустим, умеете ремонтировать машину, двигателя, это тоже такой потенциал, на котором вы можете зарабатывать. Правильно? У вас есть такой потенциал. Хард-потенциал. А есть еще софт-потенциал у вас. То есть потенциал делится на две части. Софт-потенциал – это ваша личность. Это ваша личность. Это ваши амбиции. Это ваши мечты. Это ваши задачи. И это вы личность. Знаете, как личность? Если ты когда-нибудь зарабатывал миллион рублей в месяц, неважно где, ты уже не будешь прежним. Это твой потенциал. Если ты когда-нибудь был какой-то общественным деятелем, за тобой шли люди, тысячу человек, две тысячи человек или сто человек, или десять человек шли за тобой, и ты был лидером в этой группе, в общественной организации, где-то там в школе, в университете. Это потенциал, это ваша личность. И вот как раз вот эту личность можно развивать. И благодаря развитию софт-потенциалу личности можно увеличить хард-потенциал, ваши навыки. То есть и ваш потенциал растет. И вот как раз я с вами рассказываю про технологию, которая развивает софт-потенциал. То есть вы можете развивать свой софт-потенциал, свою личность, свою ментальность, внутренний мир. А это сейчас так вот не хватает, ребята. Новое образование, новое видение, которое можно получить, применить к своему потенциалу, развивать свой потенциал и на этом еще и зарабатывать. То есть это технология. То есть применить к своему потенциалу технологию, новую технологию, которая позволит улучшить качество вашей жизни, улучшить ваши доходы. То есть технология. Но чтобы применить какую-то технологию, то есть освоить какую-то новую технологию, всегда нужен наставник. Всегда нужен человек, который умеет уже управлять этой технологией, который умеет, знает, разбирается, у которого есть уже результаты, используя эту технологию. Результаты нужны. То есть и такая среда сейчас есть. Это онлайн, ребята, это фриланс, это все на расстоянии, ребята. Этичный бизнес, где оплачиваются налоги. И это вы можете применить в своей жизни. Параллельно тому делу, что вы занимаетесь или сделать основную деятельность со временем, разобравшись в этом глубоко. Вот о чем я сейчас рассказываю вам, друзья. И сейчас немножко обязательно по технологии пробежимся. Обязательно вам дам какие данные. То есть, да, у меня сейчас обратную связь здесь, вас обязательно возьму. Здорово будет. Вот. И смотри, друзья, технология. Друзья, применив ее на потенциал. Ребята, что такое потенциал? Давайте его сравним. Понимаете, и технология. Можно к вашему потенциалу применять любую технологию. И вы сейчас применяете какую-то технологию. Кто-то из вас педагог, это технология. Правильно? Кто-то из вас коуч, это технология. Ребята, кто-то из вас сетевик, предприниматель, который занимается инвестициями. Это технология, которую вы к своему потенциалу применяете эту технологию. И у вас такие доходы, какие есть. То есть, применяя эту технологию к своему потенциалу, вы зарабатываете столько, сколько зарабатываете. То есть, да, кто-то БАДы продает, кто-то у кого-то обувной магазин, у кого-то какая-то мебельная фабрика или цех. И такие доходы, какие есть у вас, друзья. То есть, вы приняете некую технологию, некий продукт, и таким образом зарабатываете на своем потенциале. Но на потенциале можно зарабатывать разные деньги, ребята. То есть, да, а как можно сделать, да, почему это важно? Сейчас сравню. Давайте сравним ваш потенциал с килограммом железа. Вот взять килограмм железа, и это ваш потенциал. Да, вот hard потенциал, soft потенциал ваш, да, килограмм железа. Вот если килограмму железа применить в технологию, вот, допустим, килограмм железа, он стоит где-то, ну, доллар, допустим, возьмем, доллар там, да, 60 рублей стоит, то есть килограмм железа, допустим, да, приблизительно вот так вот. То есть, применив к этому килограмму железу технологию, и сделав из них гвозди, килограмм гвоздей, это уже стоит 50 долларов. Если применить к этому килограмму железа, то есть килограмму золота, килограмму железа применить другую технологию, то есть килограмм железа применить другую технологию, сделать из нее часы наручные, это уже 50 тысяч долларов. Если к этому уже килограмму железа применить другую технологию, сделать из них хирургические спицы, то это уже полмиллиона долларов. То есть один килограмм железа, разные технологии, разные доходы. И поэтому, друзья, применив ваш потенциал, сравните, взять потенциал и это килограмм железа. Другую технологию применяешь и ты на своем потенциале зарабатываешь гораздо больше. И вот как сейчас лидеру, предпринимателю в онлайне зарабатывать на своем потенциале, на своих коллективских качествах, на своем опыте жизненно, друзья мои. Знаете как? Став ментором, наставником для другого человека. Вот на чем зарабатывает наставник нового поколения, используя эту методику. Он зарабатывает на своих коллективских качествах, на своем потенциале, будучи ментором, наставником для другого человека, внедряя в другого человека эту технологию, даря эту технологию, раздавая эту технологию, запуская свою школу подготовки тренеров. Вот что мы создали. Создали новую технологию, которая реально помогает людям. Эта технология, ребята, это методика, про которую я сейчас вам рассказываю. Это не психология, это не коучинг, это не NLP. Это кардинально новый подход в сфере развития человека. Новая педагогическая максима, которая родилась в 2019 году. Вообще-то это новый подход, вообще кардинальный, да? Как сказал Кенча Мани, нужно изменить образование, чтобы на нем зарабатывать. Правильно? Сделать что-то новое. Обычно люди покупают очень здорово новое. И это новое должно быть очень простым и очень эффективным. И вот это именно мы и создали. То есть простой и очень эффективный продукт, который позволяет технологию, который позволяет сейчас и улучшать качество своей жизни, и еще на этом зарабатывать замечательные доходы. С первого месяца 200 тысяч в онлайне оплачивают налоги и миллион даже, и больше. Таких кейсов очень много уже у нас во всемирной ассоциации. Когда пришел предприниматель, педагог, сетевик, традиционный бизнес предприниматель. Пришел человек, который занимается коучингом, психолог. И применив эту технологию, он начал зарабатывать в 2, в 3, в 4 раза, а то и в 10 раз больше, чем он зарабатывал. Вот в чем суть. И таких кейсов очень много у нас. И вот есть некая технология, которую вы можете забрать себе. Что это за технология такая? Сейчас пробежимся давайте. Какие она задачи решает? Человек, который проходит тренировку в супержампе. Это, ребята, тренировка в супержампе. Это, говорю, не психология, не коучинг. Это не была-была мотивация. То есть вы возьмете эту технологию, обучитесь этой, допустим. Вас наставник обучит, даст вам эту технологию в руки. Друзья, это упражнения. То есть упражнение выглядит так, друзья. То есть пройдя тренировку в супержампе, она идет 10 дней. Тренировка по часу каждый день в зуме идут тренировки. Все это в онлайне. То есть по часу каждый день в зуме с тренером, со своим наставником. То есть идет все это обучение для своей личной жизни, для бизнеса. Если вы хотите применять эту технологию потом в будущем, то есть стать тренером. Все обучает. Ребята, пройдя тренировку в супержампе, что происходит? Вы выходите гарантированно из стагнации. У вас появляется энергия. Люди, бывает, стагнируют, откладываются на потом. Энергии нет. Завтра, завтра, послезавтра. От этого еще у некоторых депрессия, стагнация возникает. У некоторых депрессия. Некоторые не признаются, что у них депрессия. У них давно депрессия уже. И вот супержамп помогает гарантированно выйти из стагнации, из депрессии. Улучшаются отношения в семье. Увеличиваются доходы в той деятельности, в которой вы находитесь. Методика супержамп и вообще эта технология, она, друзья мои, это ментальное образование. Взрослая педагогика, ментальное образование. То есть мысли, чувства, ваше состояние, ваша личность. И вот, оказывается, можно тренировать свой гений, свои лидерские качества, свою личность, свой масштаб личности тренировать и развивать его. И вот эта технология как раз позволяет развивать свой софт-потенциал. И от этого растут твои навыки, хард-потенциал. Естественно, постепенно начинает нарост происходить со всех. Вы начинаете обучаться. Больше обучаемый, у вас больше энергии. Вы начинаете вкладываться, становитесь уверенным, ярким и харизматичным, летите, как ракета. При прохождении тренировки эта технология развивает эмоциональный интеллект. Вот эмоциональный интеллект. Вы становитесь стрессоустойчивыми. Развивает, есть такой коэффициент AQ, эмоциональный интеллект. Есть такой еще коэффициент LQ, коэффициент любви. Это любви к себе, к людям. Это называется благодарность. Если у тебя этот коэффициент на низком уровне, ты никуда не идешь, у тебя энергии нет ничего. И коэффициент жизненной энергии VQ. Есть такой коэффициент VQ, коэффициент жизненной энергии, который нам так порой не хватает, чтобы лететь как ракета к богатству, к счастью и к процветанию. И вот, друзья, есть такая технология, которая просто и очень эффективно развивает это в другом человеке. И вы можете освоить эту технологию и стать ментором, наставником для другого человека. И тренировать свои команды, свои предприятия, да, самого себя развивать, быть полезным еще больше своей семье, своим деткам, своему здоровью. Потому что психосоматику никто не отменял, здесь тоже по здоровью все. То есть, ребята, рост просто колоссальный происходит. По здоровью иммунитет растет. Люди прямо излечиваются. Наша болезнь здесь все от наших мыслей идут, правильно? Вы все про это знаете, но глубоко просто не осознаете. И вот это развивается вот этой технологией. Естественно, в эту технологию входит еще и партнерская программа, как доходы поднимаются и все-все. Это поглубже потом у своих ребят все спросится. И вот смотри, друзья, то хочу донести очень важный момент, да, что бывает такое, что что-то новое рождается. Бывает такое, что рождаются какие-то новые взрослые, рождается что-то такое, знаете, новое то, что еще не было на земле. И вот как раз надо осваивать что-то новое. Вот чтобы, допустим, преуспеть в этом мире предпринимателю, а человеку всегда же предпринимателю, у него есть потенциал какой-то, нужно делать то, что еще никто не делал, чтобы не конкурировать ни с кем. А представьте стать одним из первых психологом на земле, стать одним из первых, допустим, тренером по йоге или тренером по карате. Совсем другой разговор, правильно? Зачем мне конкурировать в этой индустрии? А представьте, новая профессия – интеллект-тренер, наставник нового поколения. Вы берете новую технологию, это не психология, не коучинг, не NLP, и начинаете помогать людям. Запускаете свою школу по подготовке тренеров, помогаете людям, вам люди благодарят. Вы зарабатываете 100, 200, 300 и миллион рублей в месяц и больше, оплачиваете с этого налоги спокойно, то есть у вас деньги по счетам идут, все нормально, все прекрасно. Вот о чем я сейчас вам говорю, друзья, рассказываю вам. Итак, друзья, смотрите в комментариях, чтобы вам комментарии читались. Я хочу, чтобы вы дали обратную связь сейчас. Только обратную связь предлагаю вам давать честно, не приукрашивая, не привирая, не прибавляя. То есть я хочу раскрыть вам потенциал этой технологии, этого продукта, этой взрослой педагогики ментального образования, которая позволяет улучшать качество людей. И какие задачи она решает общество, в частности. Давайте так вот просмотрим, и мне будут просто задавать вопросы, а вы ставьте реакции. Хорошо, вот можно ставить реакции, лайки, сердечки, еще что-то. Хорошо, если считаете, что это так. Если нет, можете даже написать, фу, Роберт, не так, неправильно, не помогает, ерунда, все это. Хорошо, вот так вот можете писать. Легко вообще, друзья. Итак, друзья, смотрите, вот когда человек зашел... Вот бывает такое у человека депрессия, стагнация, нет энергии. То есть, да, вот прямо жить неохота бывает. Смыслы жизни потеряны. Бывает такое же у людей, да? Если такой человек попадает на тренировку в супер жамп, 10 дней тренируется по часу каждый день в зуме, вот группами своими малыми. Помогает ли человеку выйти гарантированно из этого состояния, друзья мои? Дайте, пожалуйста, лайк, может быть как скорая помощь, помощь таким людям. Сердечки, лайки поставьте, пожалуйста, можете даже в экран вот так показывать ребят, да? То есть, у кого экран включен, yeah. Может, да, друзья, помочь. Скажите, пожалуйста, смотрите, еще есть такая категория людей, предприниматели. Сетевики, предприниматели, есть предприниматели традиционного бизнеса, есть люди, которые делают карьеру, они хотят деньги зарабатывать. И у него энергия есть, но ему бы еще энергии больше, чтобы вот прям больше заработать. Скажите, пожалуйста, если такой человек попадет на тренировку в супер жамп, тренером не надо становиться, просто пройдет тренировка к супежам, возьмет эту технологию. Может ли помочь этому человеку увеличить свои доходы в той деятельности, которой он занимается, ребята? Поставьте тоже лайк, сердечки поставьте. Придет энергия, больше доходов зарабатывает человек. Больше, ребят, да? Смотрите, да? Какую категорию людей. Смотрите, есть такие люди, у которых, знаете, отношения в семье нелады. Вот с мужем, с женой затухли отношения. Как-то все напряженно, все прям натянуто вот так вот, да? Не по душе. Бывает с родителями, бывает с детьми такие отношения натянутые, да? Скажите, пожалуйста, если такие люди зайдут на тренировку к супежам, может ли у таких людей улучшиться качество отношения с родными и близкими, друзья? Дайте лайк себе, считайте, что это так. Напишите в комментариях, что да, может. Только, ребят, прошу вас отвечать честно. Честно. Не приукрашивать, не привирать. Вот прям, ну, это вот об этом, друзья мои. Это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот есть такие люди еще, да, вот смотрите, которые боятся, стесняются выступать публично, которые там вот, ну, лидерские качества еще так не сильно прокачаны, лидерские качества, да? А лидерами мы все рождаемся, гениальными, величайшими людьми. Просто это нужно развивать, тренировать. Скажите, пожалуйста, может ли человека супежам сделать уверенным, ярким, счастливым, то есть, да, который будет прям выступать публично, записывать ролики и еще что-то, ребята, да, станет более уверенным, ребята? Поставьте лайк. Может ли это быть мощной лидерской школой, друзья, для развития человека, друзья? Поставьте лайк и считайте, что это может лидерская школа быть. Замечать, друзья. А смотрите, вот есть такая еще категория людей, которые, знаете, вот такое, значит, вот бывает такое, что попали в больницу, им там поставили диагноз, у тебя рак, у тебя сахарный диабет. Говорят, ты умираешь потихонечку, там, да, человек, там, или там умираешь очень быстро, там, все плохо, все печально, там, да, давление постоянно скачет, там, плохо с организмом, все. Скажите, пожалуйста, может лицу пиджам помочь таким людям, ну, как бы реабилитироваться даже, ребят, восстановить здоровье порой, а быть просто даже порой поддержкой для того, чтобы жить полноценно, счастливой, яркой, счастливой жизнью, ребята. Поставьте лайк, если суперджам оздоравливает человека, друзья. То есть помогает по здоровью. Замечать, друзья. Посмотрите, еще какая категория людей, да. Я еще одну категорию такую нашел, одну интересную. А есть такие люди творческие, да, которые стихи сочиняют, музыку, песни сочиняют, да, какие-то предприниматели, изобретатели. Скажите, пожалуйста, если человек прошел суперджам, может ли у человека подняться индекс вдохновения, чтобы он начал сочинять музыку, писать, у него прям прет, у него энергия, ребята. Можешь помочь таким людям? Замечать, друзья. А есть еще, знаете, есть еще бьюти-индустрия. Есть еще бьюти-индустрия, да, где женщины хотят быть красивыми, крема покупают, там, ногти красят. Мужчин тоже, барбершоп там, да, стригутся красивыми. Люди хотят быть красивыми для личной жизни, для бизнеса тоже надо быть красивым выглядеть, да, лучезарным красивым. Скажите, пожалуйста, может ли суперджам сделать человека красивым? Друзья мои, делать ли человека красивым, ребят? Поставьте лайк, если считаете, что суперджам делает человека красивым. Так это еще и бьюти-индустрия, да что ж такое-то? важный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те качества, вот те моменты, которые мы тренируем в личности человека на тренировке супер-джам, хотели бы вы, чтоб ваши дети и ваши внуки обладали этими качествами? Тотально обладали этими качествами? Поставьте лайк о том, что I хотел бы, чтобы этими качествами обладали мои дети и внуки то, что проходил или прохожу на тренировке суперджам. Друзья, этим всем все сказано. Для кого это продукт? Вот То есть он обширный и так далее. И вот, друзья, смотрите, сейчас я вам включу слайды еще, покажу, коротенько, быстренько слайды, покажу факты о вот этой новой индустрии, Сопиджам, этой новой технологии, ребят, которую мы запустим. Технология, это не только продукт, это взрослая педагогика, но тут еще технология, это партнерская программа, это технология бизнеса, это вот про что Сергей говорил. Она проста, у нас все просто. Партнерская программа прописана не на 10 листов, не на 20 листов, там раз, два, три файла, там все прописано, все понятно, все интуитивно. А если ты предприниматель, умеешь немножко в цифрах разбираться, в процентах, ты быстро разберешься, какой процент спускается. Мне знаешь, что понравилось? Здесь ведь нет у нас никаких расходов, никаких нет этих, как его, ну, там, логистики, там, да, сертификации, доставок. Это образование, а рынок образования всегда был и будет. Итак, друзья, давайте включу слайды и покажу факты и цифры о, то есть, нашей индустрии. Сейчас, секундочку. Все, видны слайды? Все, видны, да? Смотрите, цифры и факты, цифры и факты, то есть, да, о Всемирной ассоциации интеллект-тренера Суперджамп. Мы уже находимся в 72 странах мира. Ну, то есть, это где-то уже появился первый интеллект-тренер, первый, то есть, это онлайн-бизнес, это международный бизнес, друзья. У меня только, я не знаю языков иностранных, друзья. У меня нет там, я не знаю английского языка, я немножко татарский знаю и русский, все. То есть, да, то есть, я не знаю там английского, я не знаю, то есть, еврита, я не знаю монгольского. У меня в Монголии 200 человек тренируются. 200 человек уже преподают, 200-300 человек уже преподают методику Суперджамп, и у меня идет оттуда процент доход. Я научил одного человека, а он научил других, других, других. Это технологии, это методики. У меня в Израиле преподают на еврите. У меня в Чехии преподают на чешском и салаватском, которые не знают русского языка. У меня в Чили и в Перу на латиноамериканском преподают. У меня в Америке есть интеллект-тренер, которые преподают на английском. Я не знаю английского. И доходы идут. Это международный бизнес. И вот смотрите, уже появились первые тренеры в Австралии, в Австрии, в Азербайджане, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, то есть Венгрия, Венгрия, то есть Вьетнам, друзья мои, и так далее. Можно перечислять и перечислять, и перечислять, друзья мои. Я сейчас не буду так вот прям идти. Ребят, 72 страны мира. Более полутора тысяч действующих интеллект-тренеров сейчас по всему миру. То есть, ну это, сказать так, более полутора тысяч, ну там где-то полутора тысячи, две тысячи. Ну представьте, полторы тысячи всего психологов на Земле. Или полторы тысячи всего тренеров по йоге. Или полторы тысячи всего фитнес-тренеров. Если сказать так, знаете, каждый год в мире обучается профессии психолога где-то миллион двести. В мире. Миллион двести. Каждый год. То есть, да, новый появляется. А сейчас в мире всего-то с полтора. Это, ребята, новая профессия. Это новая индустрия. Это не психология, не коучинг. И она крутая, кстати. Чтобы помогать людям выходить из депрессии, из стагнации, запустить свою лидерскую школу, запустить свою какую-то практику, психологу нужно учиться 4 года. И приносить пользу людям. И на этом зарабатывать. Правильно? А тут обучиться можно за месяц. Месяц. И ты специалист, который помогает людям выйти из депрессии и стагнации. То есть мы их быстрее. И мы сейчас очень быстро забираем этот рынок. Да еще у нас есть партнерская программа, что у него нету психологов и коучей. И духовных практик. Друзья, вы знаете, что мы сделали? Мы создали психологию, коучинг и упаковали это все. То есть наставник нового поколения, интеллектренер, это коуч 2.0, психолог 2.0, педагог 2.0, друзья. Лидер 2.0. Который сейчас быстро развивается. То есть что-то новое появилось на земле, друзья. И мы это сейчас прям очень быстро развиваем. Ежемесячно сейчас проходит тренировок Субжам больше 10 тысяч активных учеников. Методика Субжам переведена на 25 языков мира. То есть есть книги написаны уже, где можно изучить и все. Это английский, китайский, испанский, хинди, французский, немецкий, итальянский, корейский, греческий, русский, турецкий, польский, казахский, еврит, узбекский, украинский, грузинский, румынский, болгарский, киргизский, татарский, монгольский, пингерский, международный жестовый язык и русский жестовый язык. У нас, потому что есть немые, то есть интеллектренеры, которые не умеют разговаривать, но они здесь преподают и зарабатывают. Для них это тоже работает. Даже слепые есть еще. Есть такой Талай у меня, который преподает уже ранг иметь, интеллектренер третьего ранга уже. Вот так, в таком формате. Сам бренд Супиджам, вот это название Супиджам методика, допустим, она зарегистрирована как торговая марка. То есть мы взяли, психологию придумали или коучинг придумали и запатентовали это слово. То есть наша организация принадлежит, это право называться Супиджам, то есть торговая марка. Это как Samsung, как Google, как Amazon. То есть мы это взяли, то есть, ну, как бы монетизируют. Как Apple монетизируют, то есть название. Интеллектренер профессии, тоже запатентована как торговая марка. То есть, знаете, профессия психолога запатентована, коуча. Только вот, только мы можем право называться психологами в нашей организации. Другие, если ты начинаешь по этой технологии работать, то есть, ну, и там подобные, ты не имеешь права называться интеллектренером. А вот у нас есть это право авторское, то есть, да, мы запатентовали это. Методика Суперджамп является интеллектуальной собственностью. Она запатентована уже на двух площадках. Вот такой яркий фирменный стиль. То есть, вот это скоро, ребята, будет бренд. Вот, ребята, это скоро будет, вот, ребята, тренд, который вот выплеснется. Вот образ такой, люди будут ходить. То есть, да, это будет как Apple, как Google, известно, популярно очень. Наши юридические лица зарегистрированы уже в трех странах мира. Это США, это Казахстан, это Россия. Три страны мира. То есть, уже в рамках этого законодательства, там техтенеры оплачивают налоги, все, да, и идет работа, то есть, движение денег. Планируется сейчас уже на подходе Монголия, Кыргызстан, Евросоюз. И, естественно, то есть, в дальнейшем это Китай, Япония, Латинская Америка. Единая цифровая платформа объединяет тысячи учеников и интеллект-тренеров по всему миру. То есть, у каждого техтенера есть свой сайт, там всю бухгалтерию видит, как доходы приходят, откуда приходят, прям за каждую транзакцию. Там партнерскую программу все увидит, то есть, да, там ссылка, все, ученики его, все видят, имена, телефоны, фамилии, то есть, все есть. То есть, целая единая площадка. И там еще есть очень много обучающих роликов, то есть, да, обучающих материалов очень много есть. То есть, это единая платформа, которую человек получает, став интеллект-тренеров. А это, ребята, доходы, топ-20 чеков. И это доходы, правда, не за этот год еще, то есть, не подбили итоги. То есть, это с января по сентябрь, за 9 месяцев. Вот это мой доход здесь вот, чек номер один, Роберт Ра, 668 тысяч долларов было за 9 месяцев. Сейчас уже перевалило за 800 тысяч долларов, то есть, в этом году. Ну и так далее, ребят. Здесь по каждому человеку можно очень долго рассказывать, ребят. Вот Марина Самсонова, это Соединенные Штаты Америки, она живет в Лос-Анджелесе. Топ-лидер Гербалайф, пятый или четвертый чек. То есть, она давно уже в Гербалайфе, то есть, она пришла сюда и строит команду здесь. Ничего ей не мешает. Параллельно это делает все. Ребята, то есть, да, и здесь много, вот, Игорь Белозеров, ребята, то есть, да, Ирина Кожевникова, то есть, ну, предприниматель пришла сюда, то есть, да, и летит как ракета. И таких очень много ребят здесь, я говорю, каждого можно прям по каждому пройтись. Все, с этим вы познакомитесь при желании быстро с этим разобраться. Ну что, друзья, все, я донес до вас, постарался быть кратким, то есть, да, скажу так, то, что вы сюда пришли, наверное, случайности не случайны. И то, что вы сейчас досидели до конца, то есть, вот здесь, да, вот, молодцы, то есть, да, особенно кто гостик, кто еще первый раз это все видит. Случайности не случайны. Наверняка у вас был запрос. Где бы мне найти такую технологию, методику, чтобы это было духовно-нравственное, чтобы развивалось экологическое мышление у меня и у людей, чтобы приносить максимальную пользу людям, счастье приносить людям, да при этом еще, чтобы это было все в белую, налоги оплачивать, да еще спокойно, то есть, работать и на этом зарабатывать. И у вас наверняка был какой-то запрос на доходы, на бизнес, на какую-то, то есть, твердость, то есть, в этой жизни. То есть, да, пожалуйста, вам вселенная притянула. А теперь ваш вариант, ребята, вы возьмете это или не возьмете в свою жизнь? Вселенная, она все дает. Всегда. Но просто люди не все забирают это. То есть, да, некоторые боятся, смущаются, стесняются. Ну, может быть, еще времени пришло ваше, то есть, да, попасть в какую-то такую твердую организацию и так далее. Что хочу сказать? Мне что нравится здесь, почему я здесь тоже так же, да, то есть, вот двигаюсь и двигаюсь. Потому что, друзья, знаете, вот мне нравится, знаете, какая идея? Вот когда-то японцы придумали для мира карате. Индусы придумали для мира йогу, да, то есть, упражнения. Китайцы придумали для мира ушу. А вот наше русскоязычное население, то есть, пространство, да, вот Россия, там, Беларусь, там, Казахстан, если взять, ну, я российское пространство такое беру, да, СССРовское наше даже больше. То есть, придумало для мира суперджамп и пустило это все по партнерской программе. И это навсегда. Как йога, как карате. Вот это меня вдохновляет. Это все этично, и это международный бизнес, который сейчас быстро растет и набирает обороты. Я скажу так даже больше. Сейчас ни одной партнерской программы нет такой быстрорастущей за эти все время, ну, за все это время года. То есть, друзья мои, нет быстрорастущей, как наши. То есть, где мы показываем, транслируем, что у нас рост идет, чеки растут, все происходит. Ну что, друзья, вот я поделился с вами, то есть, что такое индустрия, что это за технология такая, да. А теперь уже вы сами принимаете решение там, да, что, куда это брать. Хорошо? Ни с кем с вами не прощаюсь. Всем вам говорю, до новой встречи, друзья мои. То есть, да, сейчас стучитесь к своим друзьям, знакомым, кто вас сюда пригласил. Возьмитесь вообще просто, не становитесь тренерами. Может быть, кому-то и не надо становиться тренером. Просто пройдите, возьмите эти конкуренты и преимущества в свою жизнь, в свой бизнес, в свою жизнь, да. А кто, если хочет прямо сказать, Роберт, я хочу стать тренером, мне интересно. Постучитесь, быстрее стучитесь, потому что сейчас очень выгодное предложение зайти в ассоциацию, стать тренером. Очень выгодное предложение, потому что сделали новогодние скидки, очень большие скидки. И вы можете как раз прям залететь, прям попасть, прям по-умному зайти. Узнайте, сколько это, как, что, чем отличается все у своих друзей, кто вас сюда пригласил. Хорошо? Все, друзья мои. Ну и с кем не прощаюсь. Всем вам говорю до новой встречи. Всем пока-пока. Увидимся, услышимся на Суперджампах, друзья. Все, полетели. Суперджампах